Можете мыть руки сколько угодно, но вам никогда не удастся избавиться от запаха чеснока или лука. Аромат определенных продуктов пристает к нам, поскольку при разрезании они выделяют молекулы кислоты. Вода поможет смыть остатки продуктов, но никак не повлияет на запах. Она даже может сделать ситуацию хуже, вступив в реакцию с молекулами и усилив запах. Оказывается, лучший способ избавиться от таких ароматов – потереть руки о кастрюле и сковородке. Приборы и противени. Разумеется, если они сделаны из нержавейки. Она настолько хорошо устраняет запахи, что кто-то даже сделал из нее мыло. Пытаться выжать весь сок из лимона без ситечка – неблагодарная работа. Вместо того, чтобы делать это руками, попробуйте воспользоваться щипцами. Положите лимон между рукоятками и сожмите. Вы получите максимальное количество сока при минимальных усилиях. Ролики для одежды изначально создавались для удаления шерстинок и ниточек, но вы можете использовать их для поддержания чистоты и блеска столового серебра. Даже если посудомойка тщательно моет и ополаскивает столовые приборы, отделение для хранения грязной посуды может все испортить. Если хотите почистить органайзер для посуды, не обязательно вынимать его из ящика. Просто возьмите ролик и проведите им внутри каждого отделения. Та-дам! Крошек и грязи как не бывало. Потеряли застежку от серьги? Возьмите небольшой кусочек ластика от карандаша и воткните в него серьгу. Теперь она не потеряется. На банках с газировкой есть язычок, с помощью которого мы открываем напитки. Помните, что в нем есть отверстие? Туда можно просунуть соломинку. А еще, если вы хотите повесить на стену картину, но на ней нет ни ниточки, ни крючка, вам поможет металлический язычок. Взяли кофе с собой? Обычно к стаканчику дают крышечку, чтобы вы не разлили напиток, но ее можно использовать как подставку. Снимите крышку, переверните и положите под стаканчик. Больше никаких следов на столе. Если вы не знаете, сколько спагетти готовить на ужин, есть простой способ отмерить порцию с помощью ложки для спагетти. В ее основании есть отверстие, через которое сливается вода, но с его помощью можно отмерить и порцию пасты. Просто заполните отверстие спагетти. Именно столько вам и нужно. Открыли яблочное пюре, но рядом не оказалось ложки. Не торопитесь ее покупать, просто возьмите крышечку, скрутите один конец в ручку, а из второго сделайте лопатку. Чайная ложка готова. Когда в коробке закончатся салфетки, не торопитесь ее выбрасывать. В ней очень удобно хранить разные мелочи. Может, вы всегда забываете, куда положили пакеты? Сложите их в коробку из-под салфеток, чтобы они не терялись. Зажимы для бумаги. Отличные помощники, когда хочется выйти из дома налегке. Прицепите зажим к связке ключей, а к нему нужное количество денег. С этим лайфхаком вам больше не придется носить с собой кошелек. Если у вас нет щеточки для чистки клавиатуры, просто воспользуйтесь ватным диском. Слегка увлажните его дезинфицирующим средством и протирайте клавиатуру 1-2 раза в неделю. Возможно, вы замечали, что на задниках обуви часто можно найти петельки. Главное предназначение которых – облегчить ее надевание. Просто потяните за петлю, когда проталкиваете внутрь пятку. У них есть и другое удобное применение. Можно вешать обувь на крючок, если она грязная, или, если хотите, просушить ее после стирки. А еще туда можно продеть шнурки, если вы завязываете их вокруг лодыжек. Купили классные туфли, и оказалось, что они скользят? Как же бесит! Не волнуйтесь. Просто возьмите наждачную бумагу и проведите пару раз по подошве. Это усилит сцепление с поверхностью, и вы сможете надеть любимую пару обуви даже в дождь. Ладно, признаю, раньше я думала, что жесткий кончик двухцветного ластика стирает чернила. На самом деле, более темная сторона, чаще синий или серый, стирает карандаш с более деликатной бумаги. Такую бумагу обычно используют художники, поэтому большинство людей об этом не знает. Но это еще не вся суперсила ластиков. Они могут полировать украшения, чистить электронику и даже удалять остатки наклеек. Вдобавок, они отлично чистят потертую замшу и оттирают грязь на стенах. Черт, молнию снова заела, а вы опаздываете. У кого сейчас есть время с ней возиться? Ха, у вощеной бумаги. Попробуйте потереть ею, заевшую молнию, теперь она должна пойти как по маслу. Консервные ножи могут больше, чем просто открывать банки. Например, они помогут вам с раздражающими упаковками из твердого пластика. Больше не нужно ломать о них ножницы. Просто возьмите консервный нож, проведите им вдоль края упаковки и наслаждайтесь тем, как легко она открывается. Конец страданиям. А сейчас пришло время для суперсекрета. WD40 способен бесследно убрать жвачку с подошвы. А еще наклейки, ярлыки и даже следы от восковых мелков на стенах. С его помощью можно даже распутать цепочку и снять застрявшее на пальце кольцо. Сюрприз! У ваших наушников новый чехол. Можно аккуратно сложить их в пластиковую упаковку от киндера, и они перестанут путаться. Надеюсь. Дверные ручки не просто так обычно делают из латуни. Конечно, они добавляют в комнате приятного золотистого блеска, но есть и более практичная причина. Латунь долговечный, что самое важное, устойчива к влаге и жиру на руках человека. К тому же она обладает антибактериальными свойствами, поэтому латунные ручки помогают сохранять чистоту дома. Деревянные вешалки выглядят лучше и элегантнее пластиковых, но это не единственная причина их высокой стоимости. Обычно их производят из кедра, особой породы дерева, отгоняющей насекомых. Кстати, о гардеробе. Если положить туда кусок мыла, одежда всегда будет пахнуть свежестью. Лаком для ногтей можно красить не только ногти. Благодаря склеивающим и водоотталкивающим свойствам он отлично подходит для создания защитного слоя или склеивания каких-то вещей. Больше не придется лизать конверты, оставьте это лаку. А еще он может укрепить дужку очков, остановить стрелку на колготках или скрепить растрепавшийся кончик шнурка. С каждой новой парой обуви вам достается пакетик силикагеля. Не выбрасывайте его, он отлично впитывает влагу и его можно использовать не только для обуви. Вы же слышали, что если телефон намок, нужно положить его в емкость с рисом. Предполагается, что рис впитает всю влагу, но силикагель справится с этим даже лучше. А еще можно бросить пару пакетиков в спортивную сумку, чтобы там не скапливались неприятные запахи. Но будьте осторожны, на этикетке есть предупреждение, что его нельзя есть, поскольку он содержит токсичные вещества. Вы пишете эссе на компьютере, почти закончили. О нет, у вас пропал интернет! Это не проблема. Есть простой способ скоротать время. Если вы пользуетесь Google Chrome, рядом с надписью «Соединение прервано», у вас появляется маленький динозаврик. Когда увидите его на экране, просто нажмите клавишу вверх, и у вас откроется мини-игра. «Нужно помочь тираннозавру бежать вперед, не врезаясь в кактусы». Ну что, интернет, можешь пока не возвращаться. Мне нужно побить пару рекордов. Все мы знаем, для чего нужен термос. Но изначально его изобрели не для того, чтобы кофе не остывал. Его придумал шотландский ученый, которому нужно было место, поддерживающее стабильную температуру химических веществ. Он взял две бутылки, положил маленькую в большую и убрал между ними воздух. Спасибо за то, что мой кофе всегда остается теплым. Кофе на вынос из любимого кафе может быть отличной идеей, чтобы окончательно проснуться утром. Однако, придя после этого домой или на работу, вы наверняка боитесь испачкать стаканчиком свой стол. Не волнуйтесь об этом, ведь пластиковая крышка подойдет в качестве подставки. На самом деле, она идеально подходит по размеру, чтобы удерживать чашку. Попробуйте сами. Это может очень пригодиться, если вы готовите дома. Ведь никогда точно не знаешь, сколько нужно взять спагетти, чтобы сварить всего одну порцию. Если у вас есть ложка для спагетти, просто возьмите ее. Многие понятия не имеют, для чего нужна маленькая дырочка посередине. И предполагают, что это для оттока воды или чего-то в этом роде. Оказывается, что она нужна для того, чтобы отмерять идеальную порцию. Просто посмотрите, сколько сухих спагетти может поместиться в отверстие. Как раз на одну порцию. При выборе вешалок для одежды можно заметить, что пластиковые намного дешевле деревянных. И тому есть вполне логическое объяснение. Деревянные вешалки обычно делаются из кедра. Разница между ними в том, что деревянные отпугивают насекомых и моль. Они прочнее и служат намного дольше. А также идеально подходят для вещей, которые обычно висят в шкафу в течение длительного времени. Во время чистки зубов вы наверняка замечали, что на вашей зубной щетке есть синие щетинки. Они там не только для красоты. По ним можно определить, не пришло ли время сменить зубную щетку. Когда щетка изнашивается, щетинки теряют силу и цвет. Давай я вам понять, что пришло время от нее избавиться. Микроволновые печи немного похожи на маленькие телевизоры. Особенно те, в дверцах которых видно черную сетку. На самом деле это очень важный компонент, который необходим для предотвращения утечки излучения. Это клетка Фарадея. На случай, если вы хотите знать ее техническое название. Вот почему можно спокойно стоять рядом с микроволновой печью и при этом не поджариваться. Не обязательно теперь все время стоять перед ней и смотреть, как нагревается ваша еда. Но, по крайней мере, у вас не вырастет лишнее ухо или что-то в этом роде. У некоторых духовок снизу есть выдвижной ящик. Все знают, какое это удобное место для всякой мелочи. Но на самом деле он предназначен для другого. Предполагается, что его используют для только что приготовленной еды, чтобы она дольше сохраняла тепло. Нужно вынуть блюдо из духовки и положить в ящик, чтобы продолжить спокойно готовить. Теперь вы находитесь в самолете, смотрите по сторонам, думая, как бы скоротать время перед взлетом. И тут на окне вы замечаете маленькое отверстие. Не волнуйтесь, так все и было задумано. Оно нужно для того, чтобы сбрасывать давление, которое накапливается во время взлета и посадки самолета. Отверстие также пропускает воздух. А теперь поднимите руку, если вы когда-нибудь ездили на эскалаторе и чистили обувь, а его щетину. Наверное, все это делали. Однако щетина вовсе не для чистки обуви. Она служит для безопасности и препятствует застреванию шнурков, одежды и других вещей. Иногда к новой одежде прилагается кусок ткани. Обычно он лежит в маленьком пакетике вместе с запасными пуговицами. Можно подумать, что этот кусок ткани нужен для заплаток, на случай, если одежда порвется. Но на самом деле во время первой стирки на нем можно проверить, как ткань реагирует на чистящие средства. Теперь не нужно беспокоиться о том, что ваше новое дорогое пальто сядет или поменяет цвет. Пузыри. Кто же их не любит? У многих до сих пор остались приятные воспоминания из детства, связанные с ними. Но теперь, чтобы вернуть это чувство, остаются только ванны с пеной. И правда, что может быть лучше после тяжелого рабочего дня, чем понежиться в теплой ванне, не так ли? И пузырьки не только делают вас чище. Ведь чем качественнее пузырьки, которые в этом случае работают как теплоизолятор, тем дольше ваша ванна будет оставаться теплой. В коробках с шоколадом иногда можно обнаружить таинственные углубления. Обычно многие их игнорируют и достают шоколад, нажимая на нижнюю часть пластиковой упаковки. Но оказывается, что это неправильно. Ведь если нажать на одно из этих углублений, шоколад просто сам выскочит к вам в руки. Нужно определенно как можно скорее это попробовать. А вот еще кое-что прямиком из кухни. В ручках, на кастрюлях и сковородках часто имеются отверстия. Многие искренне полагают, что они нужны для того, чтобы просто развешивать посуду на стене и таким образом ее хранить. Однако у отверстия есть и другое применение. В него можно вставлять ложку во время приготовления еды. Порядок на кухне теперь гарантирован. Стеклянные бутылки обычно продаются сразу с крышками. Ну да. Ведь иначе жидкость прольется. В этих крышках есть пластиковые вкладыши, у которых, как все думают, нет никакого специального назначения. А вот и нет. Это своего рода печать. Да не кричать, а печать. В общем, то, что помогает сохранять напиток шипучим. Да, как раз то, что нужно. Многие дверные ручки делаются из латуни не просто так. Все потому, что этот специфичный материал – злейший враг бактерий. Да, он их просто уничтожает. Это прекрасно подходит для тех, кому нравится содержать дом в идеальной чистоте и избегать микробов. Эй, кто хочет рыбы? Взгляните на бутылку содовой, и внутри крышки бутылки вы увидите диск. Он отвечает за то, чтобы жидкость дольше оставалась газированной. Отверстие в полой палочке для леденцов вовсе не предотвращает удушье, если ее когда-нибудь проглотить. На самом деле оно нужно, чтобы удерживать конфеты на месте. Излишки конфет стекают в полую трубку, и леденец остается на месте. Если бы палочка была гладкой, конфета легко бы соскальзывала. Молния на кожаных байкерских куртках часто пришивается по диагонали. Это не просто дань моде. Молнии, сшитые вертикально, могут сбиться в кучу, если владелец наклонится вперед, а диагональная молния останется на месте. Маленький треугольник на панели автомобиля предназначен для того, чтобы вы знали, с какой стороны автомобиля находится крышка топливного бака. Теперь вы даже на арендованной машине легко определите нужную сторону. Пылесосы поставляются с разным количеством насадок, но кто знает, для чего пылесосу, эта насадка с длинной щетиной. Она нужна для вытирания пыли, и к тому же идеально подходит для чистки картин в рамах, жалюзи и обожилов. Эти крошечные отверстия в лотке для шоколадных коробок на самом деле выполняют определенную функцию. Нажмите на отверстие рядом с конфетой, и она выскочит к вам в руки, и вам не придется пачкаться. Очень удобно. В некоторых небоскребах есть этажи, где нет ничего, кроме лифта. На самом деле это способ обойти ограничения по высоте. Такие пустые этажи увеличивают высоту здания и делают его более впечатляющим, не нарушая при этом контракт на строительство. Также пустые этажи помогают предотвратить распространение по зданию пожара. Пуговицы на женской рубашке традиционно находятся слева не просто так. Дело в том, что раньше такое их положение было своеобразным подтверждением богатства. Если женщину собирала горничная, ей было удобнее застегивать рубашку слева направо. Ваши кутикулы выполняют важную функцию, поэтому подумайте, прежде чем от них избавляться. Небольшой участок кожи предназначен для защиты ногтей от инфекции. Без него внутрь могут проникнуть бактерии и грибок. В чем разница между деревянной вешалкой и пластиковой? Помимо того, что вешалки из кедрового дерева помогают сохранять форму одежды, они также отпугивают моль и насекомых. Если внимательно посмотреть на дверь лифта, можно заметить крошечную дырочку. На самом деле это замочная скважина, используемая в чрезвычайных ситуациях или для планового технического обслуживания. Случайные пуговицы, разбросанные по вашим джинсам, называются заклепками и расположены в самых слабых местах, чтобы защищать джинсы от разрыва из-за напряжения или движения. Корона Статуя Свободы имеет семь лучей не просто так. Они представляют семь морей и семь континентов, на которые статуя распространит свободу и независимость. Чемоданы часто делают с двумя молниями, чтобы к ним для пущей сохранности можно было прикреплять замок. Соль используется не только для приготовления пищи, она может избавлять от неприятных запахов. Втирание соли в кончики пальцев после измельчения чеснока поможет устранить запах. Это работает и для обуви. Если вы спешите, а у вашего телефона низкий заряд, переключите его в режим полета, так он будет заряжаться намного быстрее. У мужских рубашек на спине есть петля, чтобы их можно было вешать на крючок в раздевалке, чтобы они не мялись. Вазелин имеет скрытое назначение. Он отлично подходит для удаления потертостей с лакированной кожаной обуви, а еще обувь от этого будет блестеть. В багажниках есть аварийная защелка, если вы когда-нибудь вдруг случайно там запретесь. Если поискать вокруг, ее действительно можно найти. И все, что нужно будет сделать, просто потянуть за нее. Тогда багажник должен открыться. Тостеры имеют секретный отсек в нижней части, который можно открыть и почистить от хлебных крошек. Взгляните на клавиатуру вашего ноутбука. На клавишах с буквами А и О есть небольшие выпуклости. Когда ваши пальцы находятся в оптимальном положении для набора текста, указательные пальцы должны лежать на этих двух клавишах. Бугарки были сделаны для метода слепой печати, чтобы можно было правильно расположить руки для набора текста, не глядя на клавиатуру. Почти все пассажирские самолеты белого цвета, так как этот цвет лучше всего отражает солнечные лучи и предотвращает нагрев. А еще белая краска дешевле. Кроме того, на белой поверхности можно легко заметить повреждения. В полете лучше не принимать важных решений. На таких высотах мозг не получает нужного количества кислорода, что негативно сказывается на его работе. Жевательная резинка, леденцы и мятные постелки помогут, если у вас заложат уши при взлете и посадке. Дело не в самих конфетах, а в процессе глотания. Зевота тоже помогает. А жевательная резинка еще и избавляет от неприятного запаха во рту, вызванного разреженным воздухом на больших высотах. Сухой воздух может вызвать ощущение простуженности. Воздух в салоне сушит нос и горло, вызывая симптомы простуды. После приземления эти симптомы обычно проходят. Вода, которую используют для приготовления кофе и чая на борту, не всегда достаточно чистая. Многие компании устанавливают хорошие фильтры для воды, но все же лучше пить воду в бутылках. Крошечные треугольники над окнами самолета помогают персоналу. Эти треугольники обозначают окна, через которые видны мигающие индикаторы, сигнализирующие о втягивании шасси и работе закрылков. Если пилоты обнаружат какую-то проблему, стюардесса сразу направится к нужному окну и увидит, что там происходит. Вам же эти треугольники укажут на лучшее место для фотографий, так как оттуда прекрасно видно крылья. Места в середине салона над крыльями лучше всего подходят тем, кого укачивает. Эта область более сбалансирована, и там меньше трясет во время турбулентности. Если во время полета вы нервничаете, перед посадкой в самолет поделайте упражнения. Небольшая тренировка поможет снизить уровень стресса и заставит тело выделить эндорфины – гормоны счастья. А еще физическая активность компенсирует время, которое придется провести сидя. Турбины находятся под крыльями. Так обслуживать двигатели дешевле и проще. Раньше их устанавливали в хвосте. Для ремонта требовалось дорогое оборудование и много времени. Когда двигатели начали устанавливать под крыльями, цены на билеты упали. Представьте, что вы летите на воздушном шаре. Видите систему горелок под газовым баллоном. Она нагревает воздух, что заставляет воздушный шар подниматься. Турбулентность – это тот же горячий воздух, но созданный природой. Когда воздух нагревается, он поднимает самолет. Когда становится прохладнее, самолет идет на снижение. И пассажиры чувствуют себя так, словно катаются на американских горках. Поток горячего воздуха от других самолетов тоже вызывает турбулентность. Но обычно она незначительна и почти не чувствуется. Вы знали, что самолеты могут летать даже после отказа одного двигателя? Пилоты в такой ситуации спокойно посадят самолет. Пассажиры могут почувствовать небольшой наклон во время полета. Но обычно они не догадываются, что самолет летел на одном двигателе. Наши глаза получают кислород прямо из воздуха. Он не поступает с кровью. Поэтому во время полета в глазах может ощущаться сухость. Не забудьте взять с собой капли для увлажнения глаз. Провоз больших объемов жидкости на борту запрещен, так как некоторые опасные вещества могут легко растворяться в воде. При посадке на воду крылья самолета становятся спасительной подушкой. Пустые топливные баки тоже помогают оставаться на плаву. Самолет может продержаться на воде от 10 минут до 60 часов. Все зависит от модели, погоды, а также от навыков пилотов. Улыбающиеся бортпроводники, которых вы видите, когда заходите в салон, обычно прячут руки за спиной. Они подсчитывают людей, входящих в самолет, чтобы убедиться, что на борт пришли все пассажиры. Несмотря на то, что люди говорят о еде в самолете, на самом деле все не так уж и плохо. Проблема в вашем чувстве вкуса. Из-за воздуха в салоне пересыхает во рту, плюс к тому притупляется обоняние. Вот почему авиакомпании добавляют в свои блюда много специй и соли. Правда ли, что во время полета волосы растут быстрее? Нет, ученым так и не удалось это доказать. Миф возник в первой половине 20 века, когда некоторым пассажирам показалось, что их щетина за время полета стала длиннее. Неудивительно, что во время полета болит голова, особенно сразу после взлета. Примерно за 10 минут самолет набирает высоту, превышающую Эверест. Изменения происходят слишком быстро, чтобы тело могло приспособиться. Ремни безопасности в самолетах проходят поперек живота, чтобы при турбулентности защитить от удара о потолок. Когда самолет движется вверх и вниз, поясной ремень приходится очень кстати, а ремни безопасности в автомобилях защищают от горизонтальных рывков. Самолеты защищены от молнии. Даже если она ударит, пассажиры ничего не почувствуют. Фюзеляж покрывают слоем алюминия, который не позволяет электричеству проникать внутрь. Электроника и топливные баки тоже имеют специальную защиту. Сидения в самолете такие неудобные, потому что авиакомпании стараются разместить в салоне как можно больше пассажиров. Вот почему между сидениями мало места. Два дополнительных ряда означают еще 12 пассажиров. Кроме того, компании облегчают сидения, чтобы экономить на топливе. Даже незначительный вес может обходиться авиакомпаниям в тысячи долларов. Кстати, сидения имеют огнестойкое покрытие. В случае ЧП оно не даст распространиться пожару. Работники аэропорта отвозят невостребованный багаж в специальные центры. Если владелец не объявляется в течение трех месяцев, багаж выставляют на продажу в специализированных магазинах. Раньше было нельзя пользоваться телефонами в самолете, так как они представляли опасность для навигации. Их радиосигналы могли нарушить работу бортовой электроники. Кислородные маски выпадают не только при сильной турбулентности, но и при резком изменении давления воздуха. С пассажирами все будет в порядке, если они наденут маски. Такие случаи считаются чрезвычайными. И пилоты делают все возможное, чтобы быстро уйти на безопасную высоту, и пассажиры могли дышать без кислородных масок. Итак, петли на тележках для продуктов делаются не просто так. Вы наверняка не хотите, чтобы ваша куртка валялась в тележке вместе с картошкой и луком. Вместо этого ее можно повесить на петлю. Она здесь для того, чтобы вам было удобнее управляться с тележкой. Тележки также имеют удобную секцию снизу. Когда ваша тележка заполнилась, просто поднимите ее и прикрепите к ней корзину для дополнительных покупок. Приподнимите металлическую конструкцию, поставьте корзину на горизонтальную перекладину над колесами и закрепите ее крючками. Если у вас в зубах застряла надоедливая петрушка, попробуйте следующее. Чтобы было легче от нее избавиться с помощью простой зубной нити, нужно создать больше напряжения. Для этого просто завяжите на нити узел. Полоски зубной пасты могут показаться немного странными. На самом деле это маркетинговый ход. Еще в 70-х годах компания, производящая зубную пасту, добавила синюю полосу, чтобы показать, что паста имеет двойное действие. Твердые белые зубные пасты работают так же хорошо. Но вот синие щетинки на зубной щетке действительно имеют смысл. Со временем они постепенно теряют свой цвет. Когда синева тускнеет, значит пришло время сменить зубную щетку. Вы когда-нибудь замечали маленькую дырочку на дне замка? Она сливает воду, чтобы замок не ржавел. Это также место для его смазывания. Нужно капнуть туда каплю масла, чтобы замок открывался и закрывался намного легче. Говорят, что гребни на ребре мелких монеток делаются не просто так. Раньше люди стачивали края, чтобы затем делать из них другие монеты. Но благодаря новому дизайну этот трюк больше невозможен. Если у вас не получается почистить апельсин, вот прекрасный способ, как это можно сделать. Сначала отрежьте верхнюю и нижнюю части, сделайте разрез сбоку и снимите кожуру. Этот выдающийся кусочек, торчащий из колпачка вашего любимого крема, здесь не просто так. Обычно тюбики запечатываются фольгой, поэтому если не хотите сломать ногти, открывая их, просто переверните крышку и как следует нажмите. Крошечный резиновый диск под каждой крышкой бутылки предназначен не только для того, чтобы каждый раз проверять, не выиграли ли вы пожизненный запас газировки. Это то, что делает ваш напиток таким приятным и игристым. Крышка удерживает жидкость внутри, а резиновый диск удерживает внутри газ. Пока, конечно, вы его не выпьете. Если использовать синюю сторону ластика для стирания ручки, то ваши блокноты будут похожи на решето. Синяя сторона предназначена для тех случаев, когда вам нужно стереть что-то на гораздо более толстой бумаге. Она хорошо стирает и карандаш, и даже чернила, если, конечно, бумага достаточно толстая. Ваши заколки не будут держаться на месте, если канавки направлены не в ту сторону. Они всегда должны быть внизу, ближе к голове. Все еще болтается? Нанесите на заколку немного лака для волос. Многие стеклянные бутылки обычно имеют какое-то загадочное углубление на дне. Это удобно, если вы хотите немного подурачиться. Приложите к углублению большой палец и начните наливать жидкость. Техническое название этого элемента – пунт. Сахар в стиках в вашей местной кофейне можно открывать намного проще. Посмотрите, как они счастливы. Попробуйте разломить стик прямо посередине. Сахар больше не попадет на пальцы, и нет крошечного оторванного кусочка бумаги. Даже ваш кофе стал счастливее. У каждой упаковки ватных дисков есть шнурки, поэтому можно вешать ее на любой крючок в ванной комнате. Но вовсе не нужно каждый раз, доставая ватный диск, ослаблять и снова затягивать эти шнурки. Внимательно посмотрите на нижнюю часть упаковки. Там есть перфорированная линия. Осторожно ее разорвите. Вот и все. Дверные ручки обычно изготавливаются из латуни, бронзы или какого-нибудь другого медного сплава. Как думаете, почему? Потому что они обладают антибактериальным эффектом и препятствуют размножению микробов. Всего через пару часов надоедливые микробы исчезнут. Но все равно не забывайте регулярно мыть руки. У бутылок длинные горлышки не просто так. Держите горлышко, а не бутылку, если хотите насладиться холодным напитком. Две застежки? Слишком много? Может быть. Но они вам очень пригодятся в качестве противоугонного устройства. Просто заприте их вместе. Теперь никто не сможет открыть ваш рюкзак. У вас что, нет замка? Ну ладно, тогда вам можно просто связать их вместе с помощью какой-нибудь веревки или даже скрепки. Да чем угодно, лишь бы помешать карманникам. Эта крошечная пуговица на задней стороне воротника рубашки нужна для того, чтобы ваш галстук оставался на месте. Вы же не хотите, чтобы он постоянно смещался в разные стороны. Производители обуви заботятся о своих клиентах. Поэтому у большинства кроссовок теперь есть специальная система защиты, чтобы ноги в них не болтались. Звучит сложно, но на самом деле это просто дополнительная дырка на кроссовках. Сделайте петлю с дополнительным отверстием, вставив шнурок сзади. Скрестите шнурки и проденьте их в петли. Теперь потяните шнурки вниз, чтобы зафиксировать ногу на месте. А теперь бегите! При покупке сумок, обуви, а иногда даже и закусок, вы можете обнаружить в коробках маленькие пакетики с силикогелем. Не выбрасывайте их. Они впитывают лишнюю влагу, поэтому каждый раз, когда ваша обувь становится немного влажной, бросьте в нее несколько пакетов геля на ночь. Возможно, все это время вы неправильно использовали свой шампунь. Наносить его нужно не на волосы, а на корни. Пена, которая от этого получится, все равно будет стекать по всей длине волос. Поля блокнотов на самом деле не для того, чтобы делать на них заметки или рисовать. Они были изобретены, чтобы защитить записи. Раньше людям приходилось жить с голодными крысами и мышами, которые грызли все подряд, в том числе и бумагу, бессовестно съедая рукописные труды человека. Линии полей делались для того, чтобы люди писали дальше от краев, которые страдали в первую очередь. Одноразовые стаканы – это главный элемент любой вечеринки с барбекю. Но они даже круче, чем вы думали. Их можно использовать и для измерения жидкостей. Нижняя строка равна 30 мм, вторая – 148, а третья – 355. Если вам нравится пить чай с молоком, в следующий раз попробуйте вот что. Наливайте молоко с другой стороны коробки. Так оно меньше расплескивается. В целом автомобильные подголовники нужны для удобства, а вот съемные – для безопасности. Если вы вытащите подголовник, то увидите там два металлических бруска. Если вы когда-нибудь окажетесь в ловушке в машине, вы можете использовать их, чтобы разбить окно и выбраться. У женских рубашек пуговицы находятся слева. Несмотря на то, что около 85% людей правши, было бы гораздо логичнее делать их справа. Все дело в том, что раньше у богатых женщин были горничные, которые помогали им одеваться. Поэтому специально для их удобства пуговицы делали именно слева. И эта традиция сохраняется до сих пор. Ярлычок на зеркале заднего вида действительно очень полезная штука. На него можно повесить освежитель воздуха. Большие пушистые кубики, может быть даже большой смайлик. На самом деле он нужен для переключения дневного и ночного режимов вашего зеркала. Когда на улице темно, ночной режим блокирует блики от автомобилей, которые едут позади вас. У ложечки для десерта Макфлури квадратная ручка. Она крепится непосредственно к автомату для мороженого. И мороженое с начинкой смешиваются вместе прямо в стаканчике. Это экономит сотрудникам массу времени и воду, потому что не нужно промывать машину после каждой порции. Деревянные вешалки такие горячие, что могут сжечь вашу одежду. Нет, на самом деле все совсем не так. Но они выглядят куда лучше и натуральнее. Однако есть и другая причина, чтобы их использовать. Обычно они делаются из кедра, естественного репеллента от моли. Бонусный совет! Положите в шкаф сухую апельсиновую корку, и моль там больше никогда не появится. Итак, подумайте вот о чем. Насечки на ребре монет начали делать, чтобы бороться с фальшивомонетчиками. Раньше мошенники стачивали гладкие края монет и использовали металл для чеканки новых денег. Но с помощью насечек это стало невозможным. Цилиндры на зарядных кабелях называются дросселями или ферритовыми сердечниками. Это магнитный оксид железа, который защищает ваше устройство от электромагнитных помех и сбоев. Все знают о маленьких карманах на джинсах, где раньше хранили карманные часы. А как насчет маленьких металлических пуговиц? Они удерживают ткань в тех местах, где джинсы могут порваться при движении или натяжении. Маленькие отверстия на рюкзаках нужны, чтобы привязывать к ним снаряжение. Или можно пропустить через них веревки и привязать кроссовки, если не хотите класть их в рюкзак или нести в руках. Крошечная точка рядом с камерой на вашем смартфоне – это микрофон. Он нужен для получения звука хорошего качества при съемке видео. Функцию Spotlight на Mac можно использовать не только для поиска файлов и приложений, а еще и как калькулятор. Просто введите математическую задачу, которую нужно решить. Spotlight использует данные внутреннего словаря. Введите любое слово в строку поиска, и вы сможете получить нужную информацию. Вы купили новую бутылку масла. Вы отвинчиваете крышку и видите маленькую пробку с петлей. Выньте ее, но не выбрасывайте в мусорку. Верните ее на место в перевернутом положении, чтобы контролировать нужное количество масла, зажимая ее пальцем. Благодаря выступам на клавишах А и О, пальцем легче перемещаться по клавиатуре во время ввода. Когда указательные пальцы находятся на этих выступах, становится понятно расположение других букв. Щетки по краям эскалатора нужны не для полировки обуви, а для вашей безопасности. Щетинки предотвращают попадание шнурков и одежды в механизмы эскалатора. Это было бы неприятно. Многие дверные ручки сделаны из латуни. Этот металл самостоятельно дезинфицируется. И так значительно замедляет распространение микробов. Кабинки общественных туалетов не выглядят уютными из-за огромных щелей снизу. Эти щели нужны для того, чтобы всем хотелось как можно скорее оттуда выйти. Поэтому в общественных туалетах практически нет очередей. Можно использовать пластиковые крышки от стаканов как подставку. Они имеют идеальную форму, чтобы ставить на них стакан и защищать стол от разводов. Не переворачивайте крышку, а положите ее на стол в таком же положении, в каком она была на стакане. Если вы застряли в машине и не можете открыть двери, используйте стержни от съемного подголовника, чтобы разбить окно и выбраться наружу. Обращали внимание на маленькие диски под крышками бутылок. Они помогают сохранить вакуум в бутылке. Так напиток остается газированным дольше. Наверняка вы хоть раз в жизни наблюдали, как разогревается еда в микроволновой печи. Но почему двери делают такими темными? Эта черная сетка нужна для блокировки электромагнитных волн. Отверстия на навесных замках рядом с замочной скважиной нужны, чтобы внутри не скапливалась вода. А если замок заклинит или он начнет ржаветь, через это отверстие можно залить масло. Мяч для гольфа покрыт крошечными ямочками для лучшей аэродинамики. Такая конструкция помогает мячу лететь дальше и более равномерно. На дне некоторых кружек есть небольшие канавки. Благодаря им вода не скапливается на чашке, когда она находится в посудомоечной машине. Солнцезащитные очки были изобретены не для того, чтобы защищать глаза от солнца, а для арктических экспедиций. Огромное количество снега может ослепить, как яркая вспышка. Для защиты глаз и придумали эти уникальные очки. Футболки можно не только носить на себе, но и использовать их для защиты багажа. Просто наденьте ее на чемодан в качестве чехла и не тратьте время на упаковку в пластик. Пуговица на задней части воротника рубашки нужна была для того, чтобы удерживать галстук. Сейчас она больше не актуальна, потому что галстуки стали тоньше. Но пуговица осталась в качестве декора. И вот изначальная цель галстука. Его придумали в Европе в 17 веке, чтобы затягивать воротник и защищаться от сильного ветра. А потом все так привыкли к этой части наряда, что она стала обязательным аксессуаром для королевских приемов. Мягкие помпоны были изобретены несколько столетий назад. Моряки использовали их на шапках, чтобы не биться головой о низкие корабельные потолки и выступы. В вешалках для одежды из кедрового дерева содержатся натуральные масла. Это отпугивает главную любительницу одежды – моль. Сферическая форма лампочки позволяет цвету распределяться равномерно. А еще такие лампочки дешевле и проще в производстве. Вы когда-нибудь находили в новой одежде кусочки ткани? Их используют при первой стирке. Просто положите кусочек ткани в стиральную машину и выберите режим. Если все в порядке, то и основное изделие можно будет стирать на этом же режиме. У потолочных вентиляторов есть два режима работы – зимний и летний. Установите переключатель вверх, чтобы активировать зимний режим, а вниз – для летнего. В летнем режиме вентилятор сгоняет воздух вниз, а зимой – вытягивает вверх. У многих в уборной есть круглый вантус. В фильмах их используют, чтобы устранить засор в туалете. На самом деле он нужен для того, чтобы избавляться от засора в раковине, а для туалета используется другое приспособление. Пространство под духовкой нужно не для хранения сковородок и кастрюль. Туда можно ставить готовые блюда, чтобы они оставались теплыми. Удобно, когда вы ждете гостей, опаздывающих на ужин. Вы достаете попкорн из микроволновой печи после разогрева и видите маленькую дырочку в верхней части пакета. Ее можно использовать, чтобы избавиться от нераскрытых зерен. Встряхните пакет над тарелкой, и все зерна выпадут. Многие неправильно используют дорожную подушку, выставляя два конца вперед и откидывая голову назад. Попробуйте перевернуть подушку на другую сторону. Дуга должна находиться под вашим подбородком, а концы должны быть направлены назад. Наклоните голову вперед, и шея будет намного комфортнее. И вы как следует вздремяете. Магниты делают в форме подковы, чтобы увеличить их магнитную силу. Синяя часть указывает на южный полюс, а красная — на северный. Два полюса работают одновременно и усиливают притяжение. Благодаря особенностям конструкции, многие самолеты могут пролететь большое расстояние даже без двигателя. В 1268 году Роджер Бекон впервые написал об использовании линз телескопа в оптических целях. В то время линзы в оправах использовались для чтения и в Европе, и в Китае. Так что непонятно, позаимствовал ли их Запад у Востока или наоборот. Если оказаться в море без еды, можно попробовать порыбачить, используя в качестве приманки все, что угодно — телефон, часы или ключи. А еще в качестве лески можно взять шнурки. Привяжите приманку и бросьте ее в воду. И удачи в ловле рыбы, которая проглотила ваш телефон. Это будет здорово! Переверните язычок на крышке банки с напитком. Так соломинка будет надежно в нем зафиксирована. Синяя половина ластика нужна не для удаления чернил, а для стирания надписей и рисунков с плотной бумаги. Красная часть оставляет полосы, а синяя отлично справляется с этой задачей. Многие неправильно отрывают бумажки для заметок. Делайте это не снизу, а сбоку, по линии клея. Так бумага провисит на стене дольше. Вы когда-нибудь задумывались, для чего нужны эти дырочки в палочке от леденца? Наверняка да. Они нужны для того, чтобы леденец крепко держался на пластиковой палочке. Вот такие дела. Цилиндр на конце кабеля не такой бесполезный, как может показаться. На самом деле это ферритовая бусина, которая используется во многих электрических проводах для снижения электромагнитных помех. Без таких цилиндров электрические провода ловят помехи, словно антенны. Есть причина, по которой вращающаяся платформа внутри микроволновой печи имеет круглую форму. Круглый предмет равномерно распределяет тепло, в отличие от прямоугольных и квадратных. Когда вы помещаете внутрь прямоугольный контейнер, энергия фокусируется на углах, а не распределяется равномерно, как в круглом контейнере. Регулятор температуры на тостере обычно используют, чтобы выбрать, насколько прожаренными будут тосты. Ну а на самом деле он предназначен для разных видов хлеба. Белый и сладкий хлеб нагревается гораздо быстрее, чем темный рожаной. Чем старше хлеб, тем больше времени ему потребуется, чтобы стать золотисто-коричневым. У большинства духовок есть возможность оставить дверцу приоткрытой, когда внутри находится блюдо. Вы, наверное, думаете, что это помогает духовке быстрее остыть после использования. На самом деле смысл в том, чтобы сосредоточиться на приготовлении верхней части блюда и получить аппетитную корочку. Контролируя накопление тепла и пара путем их выпуска через приоткрытую дверцу, вы получите желаемый результат, не дав блюду подгореть. Вы, наверное, заметили, что в вашей посудомоечной машине есть специальные зоны для различных видов столовых приборов и посуды. Но все предметы должны быть развернуты к центру, а не в одну сторону. От того, для какой пищи использовались тарелки, зависит, куда их лучше поставить. Поскольку середина машины получает самую сильную струю, тарелки с пятнами от помидоров и картофеля, содержащими углеводы, следует размещать именно там. Во время мойки моющее средство стекает в основном по краям машины, создавая эффект водопада. Поэтому посуду с пятнами на основе белка, например, от яиц, лучше ставить туда. Потолочные вентиляторы в жаркий день гонят холодный воздух вниз, чтобы он циркулировал по комнате. Но они могут быть полезны и зимой, если вы щелкнете переключателем или подтянете за веревочку. Если хотите сэкономить на отоплении и быстрее прогреть комнату в холодный день, включите вентилятор в зимнем режиме. Он потянет воздух вверх и поможет распространить тепло по комнате. Вы все еще используете клейки и листки для заметок вместо новомодных приложений? Добро пожаловать в клуб! Очень раздражает, когда они начинают закручиваться. Если вы сталкивались с этой проблемой, значит вы отклеивали их снизу вверх. Это и приводит к скручиванию. Если отрывать их сбоку, они останутся плоскими и будут лучше держаться на месте. Знаете ли вы, что консервные ножи изобрели только через 50 лет после распространения консервных банок? И как же люди открывали банки? Есть альтернативные способы на случай, если вы потеряете свою надежную открывалку. Все, что вам нужно, это металлическая ложка. Поставьте банку на стол, крепко держите ее и возьмитесь за головку ложки. Надавите у края крышки банки и энергично потрите небольшой участок. Это займет время, но постепенно небольшая вмятина превратится в отверстие. Когда отверстие станет достаточно широким для кончика ложки, подденьте крышку и продолжайте двигаться вдоль края, пока, наконец, не получите доступ к содержимому банки. Большинство унитазов работают за счет давления воды и силы тяжести, поэтому электричество на них не влияет. Но если для работы вашего унитаза требуется электричество, при перебоях с ним у вас могут быть проблемы. Хорошая новость в том, что электроэнергия используется только для наполнения бачка, а не для смыва. Поскольку механизм смыва все равно будет работать, откройте бачок, залейте в него пару литров воды и смело делайте свои дела. Сток в душевой со временем засоряется. Это неизбежно. Мы теряем от 50 до 100 волос в день, и многие из них застревают в стоках. Волосы образуют основу засора, что влечет за собой скопление другого мусора. Отличный лайфхак! Вставить шланг пылесоса в сливное отверстие и извлечь пробку. Оберните конец шланга влажной тряпкой, чтобы исключить выход воздуха. Вакуум поможет всосать засор намного эффективнее. Так вы сэкономите на вызове сантехника, который и сам использует эту хитрость. Чтобы свечи горели дольше, регулярно подрезайте фитили и держите свечи как можно дальше от любой влаги. Это гарантирует, что воск останется твердым и не догорит раньше времени. Пустое пространство между стеклами в дверце духовки существует не просто так. Туда можно просунуть щетку, чтобы почистить стекла. Доступ к этому пространству легко получить через нижнюю часть дверцы. Выдвиньте нижнюю полку, а затем просуньте щетку в отверстие. При парковке в гараже бывает непросто определить дистанцию до задней стенки. Не все автомобили оснащены датчиками, которые следят за тем, чтобы вы не проделали бампером снятину в стене. Повесьте на потолок теннисный мячик на веревке в нужном месте, и вы вовремя остановитесь. Все мы в курсе, что если замок заело, его нужно смазать. Но если смазки под рукой нет, можно использовать простой карандаш. Покрасьте им ключ по бокам, прежде чем вставлять в скважину. Повторите несколько раз, пока замочная скважина не будет достаточно смазана, и ключ не начнет поворачиваться плавно. Вы можете испортить кран или душевую насадку, если попробуете отрегулировать их плоскогубцами. К тому же инструмент будет соскальзывать. Возьмите пару кусков старого садового шланга и прикрепите их к губкам плоскогубцев. Захват здорово улучшится, и вы больше ничего не испортите. Куски старой резины очень полезны в домашнем хозяйстве. Если у вас не получается затянуть или ослабить винт с помощью отвертки, попробуйте использовать резинку. Закройте ей головку винта, и отвертка получит гораздо большее сцепление с поверхностью. Таскать цементные блоки небезопасно для вашей поясницы. Даже если у вас есть тачка, процесс разгрузки цемента может быть очень рискованным. Три простые цилиндрические трубы помогут изменить ситуацию к лучшему, независимо от размера блока. Приподнимите край первой трубы с помощью монтировки и продолжайте маневрировать, постепенно направляя все три трубы в нужное место. Только не стоит делать это на склоне. Первый удар по гвоздю может быть очень удачным или наоборот привести к тому, что большой палец будет болеть. Заколка-невидимка идеально подходит, чтобы удерживать гвоздь на месте. Так вы сможете не волноваться за свою руку и смело заколачивать гвоздь. При работе с пилой с подачей воды используйте восковой мелок вместо ручки или карандаша, чтобы не смыть разметку. Кроме того, след от мелка легче разглядеть через мутную воду. Проверка водостоков на крыше на предмет засоров может занять много времени. С помощью клейкой ленты прикрепите зеркало к концу длинной швабры и посмотрите, не пора ли чистить водосток. Чтобы лестница крепче держалась на месте, когда вы решите забраться на крышу, вставьте ее опоры в старые ботинки. Площадь подошв и их сцепление с землей сделают вашу миссию более безопасной. Жидкий герметик обычно продают в огромных тюбиках, поэтому его сложно сразу использовать до конца. Герметик твердеет и закупоривает носик. Возьмите обычную пробку и просверлите в ней отверстие, чтобы сделать идеальную крышку для жидкого герметика. Теперь он готов к повторному использованию. Есть множество удивительных функций у вещей, изначально предназначенных для других целей. Мы рассмотрим некоторые из них, а еще предметы повседневного обихода, о дополнительных возможностях которых вы не догадывались. Давайте как следует повеселимся! Сегодня во многих кухонных ножницах есть зазубренное отверстие на стыке ручек и лезвий. Его можно использовать в качестве ножа для очистки стебля для трав вроде тимьяна, розмарина и шмидт-лука. Экономит кучу времени на удаление листьев вручную. А если у вас нет вазы, можно преподнести розы второй половинки. Только будьте осторожны, передовая ножница. Металлический язычок на банках газировки можно перевернуть и поставить в трубочку, чтобы не приходилось придерживать ее пальцами. Язычок-холдер заменил язычок-колечко, созданный в начале 60-х. Вы его помните, да? Они бывали довольно острыми, легко ломались и представляли угрозу для окружающих. Теперь туда можно засунуть соломинку, пускать пузыри и устраивать беспорядок. Иногда вместе с одеждой вам достается пластиковый пакетик с дополнительной пуговицей и кусочком ткани. Ткань может использоваться для небольшого ремонта, и еще на ней можно тестировать воздействие чистящих средств, а также режимов стирки, прежде чем стирать саму вещь. Или вообще использовать вместо носового платка. Я ничего такого не имел в виду. Отвертку можно использовать как рычаг, если не удается что-то поднять или сдвинуть. У некоторых из них есть еще и шестиугольная ручка, которая удобно ложится в гаечный ключ. Его можно использовать для улучшения вращения или опять же в качестве рычага. Так намного удобнее. Некоторые не так уж сильны. Ну или только я. Канцелярские резинки имеют множество преимуществ, но если вам трудно открыть бутылку, резинку можно обернуть вокруг крышечки для улучшения захвата. Пушистые щетки нужны на эскалаторах по той же причине, что и желтые линии на ступеньках. Они мешают нам приближаться к опасным участкам. Люди не всегда обращают на это внимание, и одежда может слишком близко подобраться к краю ступеньки. Щетки помогают предотвратить подобное. А еще они не дают разные мелочи свалиться в щель. В джинсах есть две одновременно функциональные и слегка сентиментальные особенности. Металлические заклепки вокруг карманов помогают зафиксировать точки напряжения. Это гарантирует, что они прослужат чуть дольше обычного, хотя заклепки есть не на всех джинсах. У многих джинсов над основным карманом до сих пор есть крошечный карман. Изначально он был предназначен для карманных часов. Несмотря на то, что часы канули в прошлое, многие люди хранят в кармане монетки, кольца или даже флешки. Может, это и очевидно, но насечки на шинах нужны для сцепления с дорогой. Также они служат отличным индикатором износа покрышек. Если борзды стали мельче и покрышки практически сгладились, пора их менять. Если вы этого не сделаете, то при следующем резком торможении рискуете обнаружить, что машина превратилась в огромные ролики. Контейнеры для еды, которые по большей части ассоциируются с китайскими ресторанами, предназначены не только для доставки, но и для хранения в холодильнике. А еще вы можете есть прямо из них и не переживать по поводу грязной посуды. Да, на самом деле их запатентовали в 1894 году для перевозки свежевыловленных устриц. Их даже называли «ведерко для устриц». Позже их превратили в водонепроницаемые контейнеры для еды. Сидя в самолете и выглядывая в окно, вы могли заметить небольшие отверстия или, в некоторых случаях, одно отверстие в самом низу. Это вентиляционное отверстие, предназначенное для уравновешивания разницы воздушного давления внутри кабины и снаружи, особенно на большой высоте. А еще оно регулирует влажность между стеклами, предотвращая образование изморозей и обеспечивая вас ценным обзором. Простите, кажется, никаких смайликов на иллюминаторе. Японская компания впервые представила его еще в 1956 году. Круто! Изобретатели вдохновились отламывающимися на шоколадных плитках рядами. Только не перепутайте! Лезвие нельзя есть! Посмотрите на измерительную ленту. На металлическом кончике почти всех рулеток есть небольшое отверстие. Это зацеп для гвоздей. Он фиксирует ленту на гвозде или шурупе. Удобный лайфхак, который помогает делать замеры самостоятельно. Очень полезно. Углубление с одной стороны невидимок позволяет лучше зафиксировать прическу. Безумная идея, да? Ровная сторона должна смотреть вверх, а волнообразная касаться головы. В английском их называют Bobby Pins из-за прически, популярной в 20-х годах 20-го века, хотя сами заколки изобрели еще в 19-м. Прическа ушла, а заколки остались. Пожалуйста, снимайте их перед мытьем головы, иначе они могут повредить волосы. Замечали во время поездок на автобусах и автомобилях текстурные черные точки, образующие шероховатую поверхность. Конечно, это не дизайнерское решение, а фриты, капельки керамической краски. Они защищают стекло от ультрафиолета. А еще к такой поверхности удобнее крепить пленку. Если видите розовый комок клея в углу, прошу вас, не трогайте его. Это чья-то старая жвачка. Посмотрев на дно замка, вы, скорее всего, обнаружите одно-два небольших отверстия. Оно предназначено для отвода воды, скопившейся внутри после дождя. Такой микродренаж предотвращает ржавление внутреннего механизма и его замерзание в холодную погоду. Если замок, наоборот, заклинило, внутрь можно залить вещество на масляной основе, чтобы вернуть замок к жизни. Если вы потеряли ключи и хотите облегчить страдания, можно покричать в замочную скважину. Это не поможет ее открыть. Зато вам станет лучше. На спинке, внутри некоторых классических рубашек, можно найти тканевую петлю. Да, верно. Это петля для крючков. Говорят, петли начали использовать в морском флоте, поскольку одежду можно было легко повесить на стену. В 60-е годы в колледжах модно было носить рубашки, застегнутые на все пуговицы, из-за чего их было трудно повесить, поэтому дизайнеры переместили петлю назад. Если студент снимал петлю, это значило, что у него появилась девушка. Если только друг не отрывал ее шутки ради. Тогда все вокруг начнут спрашивать, с кем вы встречаетесь? Это еще не конец истории, но нет времени зависать. Да, хорошо. Специально. Мне нравится. Вы когда-нибудь задумывались, зачем нужны небольшие насечки по краям монет? Эта традиция осталась с тех времен, когда они стоили больше. Фальшиво монетчики могли легко подпилить края, продать их как золотые или серебряные монеты и хорошо заработать. Насечки придумали, чтобы было легко понять, какие монеты обточили. В современном мире это больше не нужно, однако прежний стиль монет сохранился. Если вам когда-нибудь станет очень скучно, можете попробовать подсчитать, сколько на монете насечек. Вообще-то идея довольно нудная. Лучше посмотрите еще одно видео Admi. Новые модели iPhone с большими экранами имеют удобную опцию под названием «Опускание экрана». Благодаря ей вам не придется мучиться, чтобы добраться до верхней части экрана. Эту функцию можно найти в настройках специальных возможностей телефона. Она позволит вам опустить экран. Шумовые полосы на обочине дороги предназначены, чтобы будить водителей, которые задремали за рулем. Когда шины автомобиля попадают на эти полосы, шум и вибрации работают как будильник. Большинство кухонных ножниц имеют посередине металлические зубчики, похожие на плоскогубцы. Они позволяют использовать устройства для нескольких целей. Обычно они находятся между ручками, чтобы можно было раскалывать орехи, панцири крабов и тому подобное. С их помощью также можно открывать банки и бутылки. Некоторые даже используют эти зубцы для удаления стеблей трав. Если у аудиоразъема три кольца, значит, ваше устройство может воспроизводить стереозвук, и в ваших наушниках есть функция микрофона. Черная решетка на дверце микроволновой печи называется клетка Фарадея. Она нужна, чтобы улавливать микроволны, иначе еда не будет готовиться должным образом. Цифры на яйце могут многое рассказать о продукте. В ряде стран существует специальная система маркировки. Первое число указывает на способ производства. Двухбуквенный код обозначает страну, в которой яйцо было произведено. За ним можно увидеть регистрационный номер, который указывает на конкретное место производства. Первое число в этом коде может варьироваться от нуля до трех. Ноль означает, что это органическое яйцо. Один – яйцо, снесенное курицей, которое разрешено бегать на открытом воздухе. Два – это яйцо, произведенное в закрытом помещении. Три – яйцо от курицы, содержащиеся в клетке. Черная полоса и точки, которые проходят по краям лобового стекла, называются фриты. На самом деле это запеченная керамическая краска. Она начинается со сплошной черной полосы у края лобового стекла и затем переходит в мелкие точки. Полоса делает стекло более грубым и клей лучше к нему прилипает. Также она защищает уритановый герметик, вещество, которое крепит стекло к раме и не дает клею плавиться под ультрафиолетовыми лучами солнца. Что касается черных точек, то они помогают более равномерно распределять температуру в салоне. А еще они носят эстетическую функцию. Без них контраст между стеклом и темной полосой был бы слишком резким. Если вы видите пару джинсов с дополнительной петлей, это специальные джинсы для велосипедистов. Скорее всего, они относятся к коллекции для загородного отдыха. Назначение этой петли удерживать замок велосипеда. У бегунков молнии часто есть наружные кольца. Особенно, если на молнии два бегунка. Эти кольца позволяют соединять их вместе и закрывать замочком в избежании кражи. У клавиатуры есть маленькие ножки. Их разработали для того, чтобы клавиатура находилась под наклоном, и пользователь лучше видел, какие клавиши нажимает. Однако при работе на плоской клавиатуре запястья устают намного меньше, и людям, которые могут печатать не глядя на клавиатуру, эти ножки не нужны. Ложка для оливок обычно изготавливается из нержавеющей стали и имеет небольшие отверстия, вырезанные в чашеобразной головке. Когда вы зачерпываете такой ложкой оливки, вишни, маринованный чеснок и другие продукты из банки, отверстия позволяют быстро и легко сливать лишнюю жидкость. Удобно, правда? Пончики делают в форме колец, потому что в противном случае они будут пересушенными по краям и сырыми, и липкими внутри. Благодаря отверстиям они готовятся равномерно. Пончики без отверстий обычно заполняют заварным или сливочным кремом, или желе. Хм, у них нет углов, а значит, меньше слабых мест, из которых может вылиться начинка. Если держать полную коробку сока слишком крепко, можно всё разлить. Чтобы этого избежать, отогните треугольники по бокам коробки с соком и используйте их, чтобы держать напиток. У некоторых автомобилей на приборной панели есть крошечный знак с чашкой кофе. Это часть механизма, который не даст вам уснуть за рулём. Некоторые производители оснащают свои авто с системой обнаружения сонливости. Она анализирует скорость, угол поворота колёс и отклонение от полосы движения и выясняет, не пора ли водителю сделать перерыв. Если это так, автомобиль начинает подавать звуковые сигналы и знак кофейной чашки принимается мигать. Наклейки на фруктах и овощах в супермаркете полны информации. Если на наклейке есть четырёхзначный код, продукт был выращен обычным способом. В большинстве случаев это также означает, что в процессе использовались пестициды. Если продукт органический, на наклейке будет пять цифр, а первая цифра девять. Генетически модифицированные продукты также имеют пятизначный код, ну а первая цифра там восемь. Сахар раньше продавался в виде сахарных голов. Это такие высокие твёрдые конусы. В те времена, чтобы добыть сахар к чаю, нужно было использовать специальный молоток. После этого сахар раскалывали на более мелкие и аккуратные куски. Только в середине девятнадцатого века изобрели первый пресс, который начал нарезать сахар кубиками. Продукт стало легче хранить и транспортировать. В небольшое отверстие в ключе можно вставить отвертку, чтобы придать ключу дополнительный крутящий момент. Этот метод также хорош при неудобном угле. Когда вы водите в темноте, вам может мешать свет фар автомобилей позади вас. Если у вас ручное зеркало заднего вида, найдите внизу язычок и сдвиньте его. За стеклом в зеркале расположен отражающий материал и, сдвинув язычок, вы измените угол его наклона и приглушите отраженный в зеркале свет. Ложки для мороженого бывают разных цветов и обычно это связано не с эстетикой. Свет указывает на размер ложки. Таким образом, вы сможете легко вычислить, сколько шариков получится из килограмма мороженого. Ух ты, килограмм мороженого! Я в деле. Некоторые колпачки на тюбиках полые сверху и имеют небольшой шип внутри. Его назначение проколоть наклейку из фольги или заглушку, которая запечатывает тюбик. Просто прижмите вверх крышки к горлышку тюбика и вам не придется отрывать крошечную фольгу пальцами. Символ с буквы R в круге на упаковке продукта означает, что торговый знак официально зарегистрирован и владелец торговой марки имеет право размещать его на всех своих продуктах. Он также может подать в суд на любого, кто попытается использовать эту торговую марку. У заправочных пистолетов на бензоколонках обычно имеется небольшая металлическая защелка на рукоятке. Ее можно использовать, чтобы зафиксировать рукоятку в нажатом положении. Тогда бензин продолжит поступать в бак, даже если вы ее отпустите. В прошлом монеты были разных форм, иногда довольно странных. Нечестные люди использовали это в своих интересах. Они крали ценные металлы, из которых были сделаны монеты, срезая углы. Чтобы предотвратить такого рода мошенничество, монеты стали делать круглыми и наносить на их ребра засечки. Два отверстия в палочке для леденца предназначены для удержания конфеты на месте. Когда палочку опускают в горячий жидкий сироп, тот попадает в отверстие и затвердевает. Сладость уже никуда не денется. Кусочки ткани, которые поставляются вместе с одеждой, предназначены, чтобы пробовать на них чистящие средства. Так вы не испортите дорогую для вас вещь при стирке. Отверстия в наушниках позволяют воздуху циркулировать в динамиках. Это помогает усилить низкие частоты, делая басы более глубокими. Качество звука в целом также становится лучше. И это прекрасно. Степлер можно настроить таким образом, чтобы он скреплял документы только временно. Для этого достаточно повернуть область обжима. В большинстве степлеров есть два варианта сшивания. Один из них стандартный, а другой — это когда скрепки сгибаются в сторону от центра. Позже их будет легко удалить вручную. Если хранить банки с арахисовым маслом вверх дном, масло переместится на дно, а сама паста с твердыми частицами окажется сверху. Эй, не смейтесь, для некоторых это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok